Добрый день, зрители интернет-портала ЭВК. Сегодня мы с вами посетим национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. Сейчас мы находимся в клинике реабилитации, и нас встретила Слепнева Наталья Игоревна. Мы сейчас находимся в кабинете эрготерапии, и я попрошу вас рассказать, как к вам попадают пациенты. Ежегодно в нашей клинике реабилитируется более 5000 человек, которые попадают к нам с различными заболеваниями и по различным каналам госпитализации. Это ОМС, ДМС, это платные медицинские услуги, соцзащита. Что касается программы ОМС, к нам поступают пациенты с последствиями инсультов ишемических и геморрагических, с последствиями спинномозговых и черепномозговых травм, на курс реабилитации, двухнедельный курс реабилитации. То есть две недели человек, который имеет право пройти. Смотрите, вы сказали, что вы используете телемедицину именно в приеме пациентов, то есть именно на на этапе отбора пациентов, кандидатов на лечение. Да, мы уже давно отказались от очных консультаций, то есть на протяжении длительного времени мы используем каналы связи закрытые, мы проводим консультации. А кто проводит консультацию? Это врач специально обученный? У нас, как правило, проводят целый консилиум. То есть это в рамках консилиума? В рамках консилиума принимается решение, определяются показания и противопоказания для госпитализации к нам, и пациент тогда уже приглашается непосредственно к нам в клинику. Какие варианты таких вот инновационных методов реабилитации, которые связаны с роботизированной техникой, с какими-то высокими технологиями, возможно, используются при проведении реабилитации? Ну, наша клиника, она уже на протяжении многих лет является лидером в использовании высокотехнологичных роботизированных комплексов. Это комплекс для восстановления ходьбы, восстановления функций верхней конечности. Последние годы мы активно занимаемся разработкой различных комплексов телереабилитации, а также комплексов на базе виртуальной реальности, что больше уже подходит для третьего этапа. То есть можно пациента отправить домой, снабдить его каким-то оборудованием, и он может и удаленно наблюдать, как он проходит реабилитацию. А что в эти комплексы входит? Это тоже роботизированная система? Ну, комплексы у нас различные. Если рассказывать вообще, как мы к этому пришли, в нашей клинике мы занимаемся первым и вторым этапом реабилитации. То есть первый этап у нас осуществляется в отделении реанимации интенсивной терапии, и наш центр оборудован так, что способен сохранить жизнедеятельность пациента в остром состоянии. Второй этап пациент проходит уже на базе нашего отделения реабилитацию. И мы столкнулись с такой проблемой последние годы, что те пациенты, которые уезжают от нас домой, они по тем или иным причинам на каком-то этапе прекращают реабилитацию. Мы выявили, что существует, конечно, множество причин, которые к этому приводят. Это экономические сложности, это маломобильность пациентов и труднодоступная среда, это элементарная нехватка специалистов на местах. И мы заметили, что те пациенты, которые от нас уезжают, более половины из них вообще не занимаются. Сами перестают заниматься. Да, сами перестают заниматься. И когда они к нам повторно возвращаются, мы видим либо отсутствие вообще прогресса, либо даже регресс тех реабилитационных результатов, которые мы добились. Поэтому мы в определенном этапе использовали различные комплексы, аппаратно-программные комплексы на основе кинектов и обратного захвата движений, которым пациенты пользовались дома. Мы использовали программно-аппаратные комплексы на основе датчиков. Но опять мы сталкивались с различными сложностями даже в использовании датчиков в домашних условиях. Датчики перестают, значит, тоже, да? Да. И нами была разработана определенная, определенный комплекс, такой программа, которая помогает пациентам просто и доступно продолжить реабилитацию в домашних условиях. Эта программа называется Steps Reabil. Программа создана для повышения в целом физической и психической активности человека и носит информационный характер. Пациент, находясь у нас в отделении, проходит реабилитацию нашу стандартную, комплексную. И перед выпиской специалист посредством этой программы может составить ему индивидуальный персональный комплекс упражнений, если это двигатель, мы говорим о двигательной реабилитации. И с этим комплексом пациент спокойно уезжает домой. И он получает этот комплекс уже удаленно, посредством электронной почты. Программа очень проста в использовании самим пациентом, то есть она запускается двумя кликаниями там мыши, мышки. Программа не требует вообще установки чего-либо на компьютер. Ни пациента, ни доктора. То есть программа в облаке браузерная, не требует никаких дополнительного оборудования и так далее. И суть ее заключается в том, что специалист заводит личную индивидуальную карточку пациента, которая будет храниться в этой программе. Там создается комплекс упражнений с определенным количеством повторений, с определенным количеством пауз необходимым пациентам. То есть предусмотрены все тонкости. И пациент получает это уже домой в виде фильма. Уже склеено. То есть что сделать? То есть у него уже прям у него комплекс персональный. Вы знаете, я вас не зря как бы решил здесь вот интервью записывать в кабинете эрготерапии. Потому что эрготерапия это все-таки работа мелкой моторики, работа с простыми вещами. И здесь как бы тяжело. Можно прикрутить высокие технологии, но все равно. То есть нужно что-то держать в руках, предметы и все. На самом деле много слышал мнений от врачей и реабилитологов, что в общем-то реабилитация бывает разная. То есть шведская стенка палка-мячик никто не отменял. Насколько эффективно применение высокотехнологических? Это в разы повышает результаты реабилитации? Или все-таки можно же вот и на местах по стариночке вот ручками? Сложно сказать, что вот только по старинке и ручками можно добиться действительно высоких результатов. Потому что наш опыт показывает, что только комплексный подход к реабилитации, мультидисциплинарный, позволяет добиваться успеха. Действительно успеха и результата. То есть полное восстановление возможно после инсультов, например? На этот вопрос сложно сказать, сложно дать ответ. Но тем не менее, все зависит от реабилитационного потенциала пациента, от возраста пациента. Кого проще реабилитировать? Мужчин, женщин, молодых, возрастных? У каждой из этих категорий есть свои особенности. Сложно сказать, с кем легче, кого быстрее, кого лучше. То есть работать нужно со всеми? Со всеми. Реабилитация нужна всем. Нет каких-то подходов стандартизированных. Это все-таки персонифицированное больше. Да. Про то, что говорят 4П, то есть участие пациента, участие врача. Спасибо большое. Пойдемте смотреть тогда то, что у вас высокотехнологичное в клинике используется. Пойдемте. Отлично. Мы пришли в кабинет лечебно-физической культуры и механотерапии. Ирина Григорьевна, расскажите, вот у вас кабинетов мы 6 насчитали, да? Да, возможно, больше даже. Какое оснащение, что находится в кабинетах, кроме мячика, палок, шведской стенки, традиционной, всеми любимой, всеми доступной. Но тут у вас достаточно много оборудования, которое назначение с первого раза даже сложно угадать. Что у вас есть такого для пациентов, для реабилитации? Наш центр оснащен максимально роботизированной техникой, реабилитационной роботизированной техникой. И мы имеем возможность проводить качественную роботизированную механотерапию у пациентов уже начиная с острого периода и вести их таким образом. И на первом этапе реабилитационном, на втором этапе реабилитационном, на третьем этапе вести, применяя в реабилитации современную технику. Роботизированную и просто механотерапию. Большинство наших аппаратов оснащены биологической обратной связью. Что это такое по-простому? Пациент прежде всего понимает результат выполненного действия по ответной реакции программы, аппарата. Справился он с задачей двигательной или не справился, скажет ему программа. Это может быть игровая форма, это могут быть графики, это могут быть какие-то числа, которые сообщают пациенту о том, что движение выполнено правильно, с максимальным объемом, с нужной силой. Вот в этом заключается биологическая обратная связь. Ответ программы в ответ на действия на движение. Скажите, с какого периода стабилизации пациента можно применять реабилитацию? Для реабилитации на самом деле немного противопоказаний. Мы начинаем заниматься с пациентами уже в первые часы с момента катастрофы, травмы, инсульта. Реабилитировать можно начинать пациентов уже в условиях реанимации, если есть стабильное состояние пациента, если на то есть запрос врачей и реаниматологов, мы готовы приступать к реабилитации в первые часы после критических нарушений. Вот перед нами с вами стоит аппарат, который позволяет вертикализировать и учить заново ходить. Нет, это аппарат-локомат, который позволяет восстанавливать правильный паттерн ходьбы пациентов. То есть достаточно сложный аппарат, и сюда неподготовленный пациент двигательный и неподготовленный по части сердечно-сосудистой системы, он не попадет, конечно, на робот-локомат. Это уже стабильные пациенты, которые хорошо переносят лечебную гимнастику, которые были вертикализированы на других роботах. Только потом, когда мы уже выстраиваем правильный паттерн ходьбы, восстанавливаем ходьбу, только потом они попадают на это. Это полностью роботизированная система, которая контролирует пациента от и до. То есть она ему как бы задает все условия. Это швейцарская фирма, я так понимаю. Да. Скажите, вы сказали, что у вас их шесть, и вы уже даже успели списать. На самом деле у нас их было три, но сейчас один списали. Имелось в виду шесть пациентов, сейчас будет записано у нас в расписании. То есть достаточно плотный поток, что аппараты вырабатывают ресурсы? Конечно, у нас бывает в день до семнадцати пациентов. То есть семнадцать пациентов, это с учетом того, что клиника работает семь часов практически. До семнадцати пациентов на этом роботе, да. До семнадцати пациентов, это очень здорово. Также участвуют и российские разработчики, похожие, то есть Сколковский экзоатлет. Что вы про него можете рассказать, для чего он нужен? Робот-экзоатлет – это более такое мобильное роботизированное устройство. Также для восстановления функции ходьбы, для поддержания вертикальной позы. Это не стационарное, вот еще раз уточню, а именно мобильное роботизированное устройство, которое позволяет пациенту передвигаться и в пределах отделения, и в пределах палаты. И даже если будет усовершенствовано настолько устройство, и если пациенты будут хорошо переносить, предполагается, что такие роботизированные устройства помогут людям успешно работать, помогут людям дома как-то более мобильными, более мобильными. То есть это в перспективе, как бы как замена кресла, да? Да, да, альтернатива, замена, расширение двигательного режима человека в жизни. Но сейчас требуется оператор обязательно, или все-таки эта система может работать только с пациентом? Оператор, который помогает, направляет движение робота, экзоскелета, сейчас пока необходимо обязательно, причем это не только наш российский экзоскелет требует, импортные аналоги тоже так же требуют вот такого ассистента. Но вы участвуете в клинических испытаниях и в разработке? Да, проходили у нас клинические испытания, да, совершенно верно. Такая достаточно интересная. Ну, мы доказывали в основном безопасность применения для наших пациентов экзоскелета, доказали это, вот, и даже если пациент не будет никогда ходить, то есть нахождение вертикальной пози, осевая нагрузка на суставы нижних конечностей, она так же важна, как и для здоровых людей. Кроме залов и, ну, собственно, вот, как бы, вот оснащенных роботизированных систем, у вас роботизированы некоторые палаты. Там что находится? Вот эти полозы, которые мы с вами смотрели. Ну, это на самом деле система, помогающая транспортировать маломобильных пациентов в душ, либо к столу обеденному, помогает вертикализировать пациента в палате. То есть к обычному образу жизни, как бы, восстановить, то есть с помощью подвесов. Помогает доставить пациента либо к аппарату механотерапевтическому, либо вот... То есть, получается, залы лечебной физкультуры роботизированы, палаты роботизированы, то есть по коридорам у вас больные вот передвигаются. Передвигаются, да. То есть коридоры круговые, фактически, у вас вот такой микс, да, то есть как бы, то есть не просто в залах все замыто, а распределено по всем отделениям. Конечно, реабилитация в залах, в коридорах, в ФК тоже проводится, потому что мы располагаем таким оборудованием, которое может ходить на длинные расстояния, не просто перемещать пациента, а именно во время вот этой ходьбы и перемещения восстанавливать или корректировать походку. Спасибо. Спасибо. Уважаемые зрители, мы пришли в кабинет транскорниальной магнитной стимуляции. Эдуард Владимирович, три сложных слова даже для меня. Что это значит? Что здесь делают? И как это относится к реабилитации? То есть, ну вот я вижу серьезную технику, серьезное оборудование, компьютеры. То есть, что делается? На самом деле, это метод, который позволяет неинвазивно стимулировать головной мозг и периферические нервы. То есть, что происходит? Под действием магнитного поля создается электрическое возбуждение в головном мозге, и причем с помощью вот этого конкретного аппарата это можно сделать в конкретной зоне. Почему это важно? Мы можем найти прямо по снимку МРТ конкретного пациента ту извилину, ту точку функциональную, которую стимулировать для того, чтобы восстановить ту или иную двигательную функцию, допустим, верхней конечности, либо нижней конечности. Также для речевых зон используется этот метод. То есть, аппарат делает что? То есть, в него загружается МРТ-снимок из базы, сравнивается с состоянием текущим у пациента, и дальше происходит воздействие, правильно? Ну, фактически мы сопоставляем снимок, тот, который сделан на МРТ, с реальной головой пациента, чтобы в реальном времени найти именно то место, которое мы видим на снимке, и фактически, когда пациент вращает свою голову в реальном времени, у нас точно так же будет вращаться и картинка МРТ. То есть, это все происходит онлайн, фактически? А второй аппарат он? Второй аппарат, это тот же самый принцип, но он позволяет сделать нам не просто, не только стимуляцию с головного мозга, но сопоставить это со стимуляцией периферического нерва. То есть, мы, задавая определенные параметры, можем добиться, чтобы импульс шел сверху от головного мозга и от нерва, и если имеется повреждение, чтобы они, грубо говоря, встречались в той точке, где нам нужно, чтобы усилить взаимодействие, восстановление в этом месте. Какое количество процедур и какие результаты можно получить после реабилитации на данных аппаратах? Количество процедур определяется индивидуально, но это минимум обычно все-таки 10 процедур, и в отличие от других методов, локальное такое воздействие позволяет ускорять восстановление именно в составе комплексной реабилитации. Мы комбинируем этот метод с нашими другими аппаратами и роботизированной механотерапией. То есть, активируя пассивно, допустим, какую-то функцию, мы еще активно усиливаем формирование новых связей, воздействуя на двигательные зоны головного мозга. Фактически такое сшивание нейронов. Ну вот, да, мы надеемся, что именно так и происходит. Замечательно. Большое спасибо. Мы пришли в лабораторию цифровой реабилитации. Наталья Игоревна, вот у вас здесь несколько кабинетов, то есть есть VR, отдельно выделенные кабинеты, и есть кабинеты телемедицины. Расскажите, вот что происходит с пациентами и чем вы занимаетесь? У вас очень много интересного оборудования, вы пишете программы, опять же, медицина и IT. Тут у вас, похоже, в этой лаборатории слилось воедино. На нашей площадке мы в целом собрали все цифровые решения о медицинной реабилитации, не только. Мы занимаемся апробацией готовых программ, мы занимаемся разработкой своих программ или интеграцией в медицину таких устройств и программных комплексов. Я вижу решение от Microsoft Kinetic, то есть оно достаточно уже вошедшее в реабилитацию, то есть оно используется. Но помимо него я видел у вас и перчатки, это совершенно уже другая технология. Да, это технология, которая основана на биологической обратной связи, способствует развитию мелкой моторики пациентов, и также мы планируем интегрировать это в медицину, в реабилитацию в целом. И там еще у вас пациенты занимаются непосредственно в VR-очках. Да, у нас несколько направлений виртуальной реабилитации в целом. Это двигательная реабилитация, восстановление утраченных функций и посредством погружения в виртуальную реальность. А также виртуальная реальность в психологии и нейропсихологии тоже интересное направление, которое мы... Каким образом сочетается психолог и VR? То есть вот это вот как взаимосвязано? То есть вроде бы VR — это игрушки, да, то есть как бы в общем принятом понимании о психологии, ну, достаточно такая серьезная наука, и про которую нужно общаться с пациентом. Да, действительно, но порой общение с пациентом в виртуальной среде приносит больше пользы для пациента, потому что виртуальная среда во многом помогает открыться человеку-психологу, да, и при случае, когда не получается найти контакт один на один. Зачастую программы виртуальной реальности помогают человеку добиться релаксации, нужной и необходимой к психологу, и тогда продолжить уже работу. При этом все можно померить, психолог видит результаты, да? Да, психолог видит результаты. Виртуальная реальность во многом повышает мотивацию пациентов, что... Интереснее или что за все греет? Интереснее, да. Зачастую мы видим то, что у пациента повышается мотивация в целом к реабилитации, а это одно из ключевых вообще звеньев, да. То есть именно заинтересованность в процессе, в своем становлении и видит результативность. Ну, опять же, 4 по медицине. То есть прямо на практике. Спасибо. Переходим в следующий кабинет. Наталья Игоревна, вот расскажите, вот что данная программа дает вам, как лечащему звену и доктору, врачу, и что дает пациенту? В чем заключается именно воздействие телемедицины в данном случае? В нашей клинике была разработана и внедрена в практику программа Steps Reabil, которая направлена на восстановление и поддержание физической, психологической активности человека. Программа содержит несколько разделов. Это восстановление движения, восстановление речи и глотания, нейропсихология. В психологии не так давно появилась у нас урология, и мы сейчас занимаемся тем, что разрабатываем программу для педиатрии. Для детей тоже. Для детей в том числе. Что дает программа? Программа является очень удобным инструментом в руках специалиста для того, чтобы создать продолженную реабилитацию пациента. То есть это персонифицированный такой комплекс упражнений? Упражнений в том числе, да. Созданный врачом? Да, да. То есть программа содержит более двух тысяч фрагментов различных упражнений, логопедических занятий и так далее. И врач, находясь на рабочем месте, просто создает персональный комплекс для конкретного пациента с необходимыми упражнениями, с необходимым количеством пауз на отдых и отправляет пациенту дистанционно на электронную почту. То есть на электронную почту пациент получает ссылку, по которой, заходя, он получает, собственно, что получает? Он получает видеофильм персонализированный. Собранный из разных кусочек? Собранный из разных кусочек. Под него непосредственно. Да, это такой конструктор своеобразный, который позволяет создавать такие комплексы индивидуальные. Пациенту не требуется дома ни дополнительного устройства, необходимо только наличие интернета. И в ряде случаев программа работает уже и без интернета. Мы добились уже таких результатов. То есть вот если запустить сейчас упражнение, что он увидит на экране? Да, он видит. Сейчас врач занимается созданием комплексов. А вот то, что уже приходит пациенту на почту. То есть вот то, что он должен делать. Это одно из упражнений. Там заложено количество повторений с определенными углами наклона. С определенными паузами. Из различных исходных положений. И упражнения здесь существуют для пациентов в любой степени тяжести. То есть в зависимости от тяжести заболевания врач может назначить. То есть условно приседание со штангой не получит человек, которому нужно тренировать колено. Да, потому что пациент либо самостоятельно может повторять и выполнять дома комплекс. Если же пациент по тяжести это сделать не может, то рядом с ним кто-то из родственников просто так же повторяет, помогает. Терапевтический эффект в этом какой заключается? Терапевтический эффект связан с развитием и закреплением тех результатов реабилитационных, которых мы смогли достичь здесь у нас в клинике. Комплекс помогает пациентам сохранять мотивацию на восстановление. Не думать, что он уехал к себе домой, далеко в регионы, он никому не нужен и никто его не контролирует. Получается, что связь с врачом сохраняется. Раз в месяц мы с такими пациентами обязательно выходим на видеосвязь. Мы оцениваем динамику, смотрим эффективность. И так же мы пациентов оцениваем уже при повторных госпитализациях. Нам также видим результаты. При повторной госпитализации можно понять, занимался пациент или не занимался? Программа позволяет отслеживать частоту занятий. Когда захожу. Поэтому мы косвенно можем судить о том, занимался пациент или нет. Но, собственно говоря, по тому состоянию, в котором он к нам приезжает, мы тоже видим, занимался пациент или нет. То есть вот здесь мы тоже такую связь в основном, то, что было у нас в кабинете ИАРа, то есть именно мотивационная составляющая и участие пациента в своем же улучшении в лечении. Патисипативность, да. Спасибо.